Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, девочки! Сегодня мы с вами будем заниматься такой поделкой. Будем делать снегиря. Нам понадобится с вами картон, половинка листа красного, половинка листа черного картона, простой карандаш, ножницы, прищепка, один глазик для снегиря и клей. Возможно, это клей вот такой резиновый, я буду им сегодня пользоваться, но также можно использовать, вместо резинового клея, можно использовать клей ПВА. Но ПВА должен быть хороший, такой крепкий, насыщенный. Вот. И нам понадобится шаблон. Это может быть любая крышка, такая вот побольше, либо круг от скотча большого, или же просто пусть мама циркулем нарисует круг и вырежет, чтобы это был шаблон. И мы с вами приступаем. Давайте возьмем черный картон, перевернем его. У нас будет серая сторона картона. Приложим наш шаблон, по которому будем обводить. Одной рукой будем придерживать крепко, а другой рукой карандашом обводить. Если шаблончик сдвинется, надо его на место поставить и дальше обводить. Мы сделаем кружок на черном и также на красном. Такой же кружок. Прижмем, обведем карандашиком простым. И у нас вот два обведенных круга. На красном картоне и на черном картоне. Обводим. После того, как ты обведешь кружочки, их нужно вырезать ножницами по контуру. По контуру. Берем ножнички правильно в руку, да, два пальчика в дырочке, а указательный пальчик тут вот помогает. Помогает. Или если у тебя большая дырочка, то туда можно два пальчика вставить. Но у меня вот маленькие дырочки, поэтому я вставляю только по одному пальчику. И вырезаем. Прямо стараемся ровненько по контуру вырезать. Движениями вот такими мелкими вырезаем. И вот так вот взяли и сразу полностью, да, потому что так получится неровно. А вставили подальше картон. Ножницы широко открыли. И вот такими небольшими шажочками раз, два, раз, два, раз, два вырезаем. Не торопимся. Стараемся ровно по линии карандаша вырезать. И один кружок, и второй также. И последний. Вот чёрный и красный. Жду тебя. 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 круга одну мы откладываем а вот эту нам нужно опять разрезать пополам от уголочка от уголочка посерединке вот так давай разрежем вот у нас получилось еще два сектора сектор круга один откладываем а вот этот это будет хвостик мы его будем приклеивать с одной стороны вот где у нас вот линия разделяется серый и красный вот здесь нам нужно будет хвостик вот так вот приклеить для этого смотри что я делаю на черной стороне сектора на черной стороне сектора я намазываю уголочек вот здесь клеем только уголок не весь сектор а только вот этот вот уголочек намазываю и подсовываю его под нашего снегиря вот так и прижимаю и прижимаю хвостик с этой стороны у нас у снегиря будет приклеить надо подержать то что клей не сразу высыхает поэтому нужно подержать подождать когда клей схватиться прям прижать ладошкой и подержать хорошо видишь у нас с этой стороны получилось все серое а здесь у нас вот черный хвостик у снегиря не перепутай смотри внимательно как я показываю и делай так же так а с этой стороны снегиря клюв с противоположной здесь хвост а с противоположной стороны клюв у снегиря мы берем вот этот сектор 2 и клювик нам нужно отрезать посмотри вот этот остренький уголочек вот так вот мы берем его и отрезаем вот эту часть убираем а вот он клюв у нас клюв также нам нужно будет подсунуть с этой стороны под кружочек а намазать клеем только краешек мы набираем клей и вот здесь вот по краюшку намазываем только край не весь клюв а только краешек теперь я клюв подсовываю под под снегиря вот таким образом и прижимаю и прижимаю видишь у нас уже почти снегирь готов с этой стороны получается вот все серенькое клюв и хвост и кружок а здесь вот у нас снегирь серая спинка красная брюшка черный клювик и черный хвостик так надеюсь у тебя уже клюв тоже готов теперь нам нужно взять второй вот эту четверть круга перевернуть вот посмотри уголочком к верху а дугой к низу я сделала угол наверху а дуга внизу положи точно так же как у меня у тебя получается по сторонам два уголочка вот один уголок и вот второй уголок из уголочка в уголочек нам нужно будет провести дугу посмотри я пальчиком придерживаю это эту четверть круга вот так пальчиком придерживаю а второй рукой карандашиком из этого уголочка к этому рисую дугу вот так вот дугу нарисовала теперь нам нужно по этой дуге которую мы нарисовали вырезать крыло крыло снегиря открываем ножнички подставляем нашу картонку и вырезаем по контуру по контуру вот так аккуратненько вот наша крылышко получилось черное его нам нужно будет приклеить вот так чуть повыше не книг них не к линии вот так будем приклеить а чуть выше на немножко наискосок вот так чтобы крылышко у нас вот было уголочек на сером картоне вот этот уголочек а этот уголок на красном картоне вот так наискосок приклеим крылышка давай перевернем наше крылышко вот таким образом чтобы у нас была серая сторона наверху возьмем клей и крылышко намажем много клея не нужно тут достаточно немного намазать невее можно даже не все крылышко намазать и переворачиваем и прикладываем прижимаем ладошкой или прикладываем картонку или листок прижимаем разглаживаем чтобы клеем руки не пачкать что делаем дальше нашему снегирю нужно приклеить глазик вот здесь между крылышком и между клювом вот здесь вот можно взять пластиковый глазок вот у меня есть маленький глазик сейчас примерим ему такой вот можно глазик приклеить а еще у меня есть большой посмотрим какой будет лучше вот такой побольше глазик есть вот побольше наверно приклеим мы если у тебя нету пластикового глазика то можно просто нарисовать белый кружок вырезать его и потом внутри маленький черненький подрисовать кружочек значит что мы делаем мы глазик с обратной стороны намазываем клеем пластиковый глаз нужно приклеить мазать клеем резиновым пва пластиковый глазик не удержит поэтому нужно резиновый клей все таки все равно использовать вот так вот приклеиваем вот этот клей у меня эль титанц называется он без запаха есть резиновый клей мастер он сильно пахнет для детей не подходит а вот этот эль титанц совершенно не имеет запаха можно даже спросить в магазине резиновый клей без запаха вам дадут то что нужно приклеили но наш снегирек еще будет лапки такие с прищепки мы сделаем чтобы можно было нашего снегиря прик куда-то посадить на веточку можно также веточку подготовить для того чтобы снегирь у нас сидел или еще куда-то он сможет у нас где-то сидеть дома для этого нам понадобится прищепка нам нужно вот кусающая сторона чтобы было вниз посмотри здесь вот у нас то что нажимать да наверху вот эту часть нажимать она наверху а вот то что кусается вот эта часть она должна у нас быть внизу вот так положить ее нужно значит то что нажимать вверху то что кусается внизу будь внимателен иначе не будет снегирь у тебя сидеть на ветке вот так положились эту прищепку набираем клей и намазываем прищепку сверху клеем не до конца не до самого низа потому что у нас будет выступать прищепочка внизу лапки будут видны у снегиря вот я намазала клеем прищепочку беру снегиря и прикладываю его так чтобы лапки были немножко видны вот здесь и прижимаем можно прямо можно немножко нагнуть сюда или сюда как тебе угодно но сильно длинные лапки не делай это же не страус а снегирь у него лапки маленькие вот такие вот малюсенькие вот такие лапки и прижимаем вот так с обратной стороны выглядит то есть вот у нас прищепочка кружочек все такое светлое а с этой стороны у нас снегирь вот такая простая но интересная поделка снегирь у нас получилось надеюсь что у тебя тоже все получилось и я жду фотографий твоей поделки в группе а сейчас пока пока